И еще раз, здравствуйте, дорогие друзья, я записи включил, здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, случайные прохожие, вы заглянули на огонек, вы заглянули на программу диалоги с Дмитрием Домбровским. Каждое воскресенье мы встречаемся здесь для того, чтобы обсудить и поговорить о психике, о тайнах психики, о гипнозе и о различных мистических вещах. И сегодня наша программа называется «Гипноз и бизнес». И я хочу представить вам интересного человека, специалиста в области гипноза, психолога, психотерапевта, специалиста в области взаимоотношений между людьми. Хочу, чтобы вы поаплодировали, я хочу пригласить сюда Ерлана Жалгасова, гипнотизер из Казахстана, прекрасный человек, обаятельнейший. Встречайте, Ерлан, пожалуйста, звоните мне, с нетерпением ждем вас. Сейчас Ерлан появится, я хочу сказать несколько слов. Здравствуйте, Ерлан, я вас вижу, я вас вижу, вы меня видите, слышите? Да, я вас вижу, отлично, отлично. Ой, отлично, 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 отлично. Придется надевать наушники, наверное. Наверное, мне придется надевать наушники. Потому что, вот сейчас я вас слышу, но я слышу и свяжу. Сейчас я попробую надевать наушники, и это все пропадет. Ерлана, разрешите я скажу несколько слов. Вы занимаетесь гипнозом. Вы занимаетесь гипнозом, скажем так, сравнительно недавно. Вы пришли в гипноз уже состоящимся человеком. Я читал то, что пишут о вас в Казахстане. Нет, одна корреспондентка сравнила вас с графом Калиостровым. Ну, это уже кое-что. Очень интересно. Вы становитесь популярным гипнотизером в Казахстане. Некоторые считают, что вы становитесь лицом гипноза казахстанского. При всем при этом вы пришли в гипноз уже состоявшимся человеком. Вы занимались бизнесом. Вы, как написано в некоторых статьях, вы занимали руководящие посты. Вы работали в области бизнеса. Вот в этой связи наша сегодняшняя беседа была бы, наверное, интересна как гипнотизерам, так и бизнесменам. Ну, и я хочу предоставить вам 100 слов. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Ну, сравнение с графом Калиостровым. Это у меня эхо, да? Вы меня слышите? Да, да, я вас слышу. Сейчас я наушники, я их снимаю, потому что у нас фонит, и я попробую наушники фонит. Секундочку. У нас странно, у нас были эфиры, и обходились мы без наушников. Один, раз. Секундочку. Там, видимо, микрофон динамиком стоит близко. Нет. А все. Что? Раз. Спасибо. Ну, вы меня нормально слышите? Я просто слышу классно. Первое, может быть, потому что у вас сайт открыт, наверное, дублирует трансляцию. Либо микрофон к динамикам близко стоит. Вот сейчас, все, вы правы, вы оказались правы. Ну, вот видите, вы решили проблему, которая произошла от вас буквально в нескольких тысячах километров. Еще раз здравствуйте. Ерлан, несколько слов о себе. Да, еще раз здравствуйте всем. Ну, то, что помогло решить нам эту проблему, это, собственно говоря, наверное, моя первая специальность. Я инженер-системотехник, учился в политехническом институте, закончил, правда, давно, и, наверное, поработать толком не успел, чисто по специальности. Вот, ну, я инженер по автоматизированным системам управления. На самом деле, как бы основная сейчас моя деятельность – это психология, и любимая моя деятельность – это гипноз. То, чем я, Дима, как правильно сказал, недавно относительно занимаюсь. То есть, чисто гипнозом я занимаюсь там, ну, порядка трех лет, наверное. Но в области психологии, как таковой, прикладной, наверное, психологии, в части бизнеса, в части управления человеческими ресурсами, или, как в советское время говорили, отдел кадров, я работаю с 97-го года, вот, и, в принципе, имею достаточно большой опыт в управлении персоналом, каких небольших компаний, так и корпораций, там, численностью 3000 человек, в разных сегментах, отраслях. Поэтому, эта тема мне знакома. Не скажу, что я бизнесмен, потому что, наверное, из меня бизнесмен никудышный, с точки зрения некой такой коммерческой жилки, наверное. Но, как работает бизнес, и как завязан бизнес на психологии, на восприятии человека, на мотивации, это, наверное, для меня близко. Поэтому, возможно, мои знания некие и психологии, и внутри управления, и люди, как носители методологии, наверное, будут интересны. Поэтому я с удовольствием поделюсь. Сейчас я практически отошел от управления персоналом. Честно говоря, мне это не очень интересно сейчас. Меня гипноз захватил практически с головой. Я благодарю Диму тоже за то, что он уделил и свое время. И у меня была прекрасная возможность обучиться секретам эстрадного гипноза. Мне очень это помогло. Я очень благодарен. Собственно, не только за этот период, но и за дружбу. Я, собственно, рад поделиться чем-то, что будет полезным для людей. Так что, если есть какие-то вопросы или какая-то канва, давайте пообщаемся. Ну, вот у меня, например, есть вопрос. Он, наверное, интересует многих. Я знаю очень много, не встречалось на пути, очень много людей, которые занимались бизнесом, серьезным бизнесом, очень состоятельных людей, они достаточно скептично, как правило, поначалу относятся к гипнозу, да и вообще к этой области. Это люди, ну, вы знаете сами, это люди реалисты. Люди, которые не просто не верят во всякую, как они обычно говорят, во всякую чушь, в эту всю мистику не верим. Это очень иррациональные люди. И наверняка у вас уже были такие встречи со скептиками, которые говорили, Герлан, куда ты пошел? Зачем тебе это надо? У тебя было все нормально, у тебя были коллективы, нормальная, хорошая зарплата, а ты ушел куда-то, во что многие серьезные люди не верят. Вот как это вы, во-первых, как это, так сказать, произошло внутри у вас, как вот так вот, ведь нормальный человек, он просто серьезно не относится к этому, он не пойдет в гипноз, интересоваться этим. Как у вас произошел такой перелом? И что люди говорят, вот сейчас, которые вас знали как человека рационального, а теперь, вот как вы объясняете, вы уходите в гипноз, вы говорите, у вас были такие вот проблемы, ну, не проблемы, скажем, а разговоры о том, Герлан, что ты делаешь? Опомнись. Да, разумеется. Но я бы вот этот вопрос разделил бы на два, наверное, неких таких маленьких подвопросов. Первый вопрос – успешные бизнесмены, которые верят или не верят в гипноз. На самом деле, ну, Дим, мы с вами знаем, что неважно, веришь ты или не веришь в гипноз, он существует, да, и веришь ты в существование воздуха или нет, ты им дышишь и как-то осознаешь ты или нет, не имеет значения. Но самое интересное, у меня есть курс, который я тоже провожу, это корпоративный тренинг, он связан как раз-таки с мотивацией. Так вот, интересная вещь, что большинство таких вот успешных, да, бизнесменов, не обязательно бизнесменов, а вообще успешных людей, на самом деле они применяют гипноз. Знают ли они об этом, не знают, специально они это делают или нет, но если мы посмотрим, как они достигают успеха, то мы убедимся, что они применяют гипноз. Другое дело, наверное, в терминологии, да, что мы называем гипнозом, потому что до сих пор нет какого-то единого понимания, что есть гипноз. Поэтому каждый для себя, наверное, определяет его по-своему. Для меня я, ну, собственно, постоянно об этом думаю, потому что всегда спрашивают и на тренинге, что такое гипноз. И кто-то более академично к этому подходит, начинает говорить, что вот гипноз от слова сон, и вот, и все начинается в направлении, там, такого классического понимания гипноза. Сейчас очень популярно название измененное состояние сознания, которое называют. Да, согласен, то есть гипноз это, наверное, одно из измененных состояний сознания. Ну, когда мы говорим, ну, по крайней мере, я когда говорю про гипноз, все-таки раньше я думал, что это состояние сверхвнушения. Но потом уже на практике я понял, что нет, не обязательно. И вот для меня гипноз, скорее всего, это в основе лежит вера. Вера не в понятии, там, религии какой-то, да, или веришь ты в эти процессы или нет. А основой гипноза, все-таки гипнотических состояний, в том числе любого измененного состояния сознания, является вера в некую свою среду, да, в каком ты находишься. То есть задача гипнотизера, то, что, допустим, это говорить о гетерогипнозе, создать некое пространство вокруг человека, в его психике, которое для него становится реальностью. И, возможно, человек не будет гипервнушаемым для определенных вещей в состоянии аффекта, хотя он находится в состоянии гипноза, по-моему говоря. Но если создавать такую обстановку, такую атмосферу, то он верит в определенные там события, да, там, не обязательно. Поэтому, разумеется, я вообще никогда не был, наверное, рациональным человеком, в таком чистом виде. И было очень много недопониманий, даже критики. Ну, скорее всего, наверное, недопониманий, потому что критиковать особо некому. Почему я вот так вот взял, все бросил и, так сказать, ушел непонятно куда, да. Я помню, это точно такое же чувство у меня было, когда я хотел заняться психологией после окончания школы. И мне там отец откровенно сказал, это не мужская профессия, что такое психолог? Ну, то есть, это не профессия. Мужчина должен быть инженером, да, мужчина должен быть мужественным. И тогда это меня, так сказать, повернуло, некие мои желания, мои стремления в этом направлении. Я пошел в технический период. Но я никогда не был техническим человеком, хотя это мне очень в жизни помогло. И, разумеется, я, с одной стороны, очень благодарен своей семье, то, что она так с терпением, такой длительный период терпела какие-то мои странности. И действительно, то, что я делаю, это, наверное, со стороны здравого смысла, или там некого общества, каких-то устоев, социально приемлемых норм, выглядело странно. То есть, я там уезжал куда-то путешествовать, там, в горы, уехал там в Непал, потом съездил в Лавоз, там, да, что-то где-то лазил, познавал себя. Да, наверное, это естественный процесс. В свое время вот Элиот Джек, психолог, тоже прикладной, его очень хороший, так называемый, time span, у него есть направление в управлении человеческими ресурсами, хорошая теория. Это он, кстати, придумал вот это вот название. Вернее, не то, что придумал, а первый использовал название кризис среднего возраста. И я думаю, что, скорее всего, я попал в такую хорошую воронку этого кризиса среднего возраста, которая поменяла все мои предыдущие представления о жизни, об успехе, вообще о задачах, о целях. Некая такая экзистенциальная такая встряска была очень сильная. Но я могу сказать, что я, наверное, никогда не был так счастлив, как счастлив сейчас. Несмотря на определенную потерю финансовой части, доходов, может быть, изменение даже круга общения какого-то. Но, да, было недопонимание. Но в конечном итоге вот у меня была одна коллега, которая сказала, ты знаешь, говорит, я на самом деле не хочу на своего сына давить. И я ему сказала, будь кем хочешь, хоть дворником, но если ты будешь самым счастливым дворником на свете, то будь им. Ну, может быть, это слишком, не знаю, наверное, выглядит сказкой какой-то. И все-таки, раз мы люди и мы живем в социуме, все-таки есть какие-то определенные стандарты взаимодействия, мы общаемся. Но все-таки найти себя и делать то, что тебе нравится, и то, что ты умеешь, это действительно на счастье. Поэтому сейчас критики стало гораздо меньше, разумеется. То есть у меня был серьезный период, где-то порядка года, наверное, когда моя деятельность не приносила ни копейки дохода, а я тратил огромные средства на обучение. То есть, ничего скрывать там. Я на обучение гипнозу, психологии потратил порядка 25 тысяч долларов. То есть, друзья, как-то думают, странно пожимают плечами, лучше машину купил. Ну, собственно, сейчас критики меньше, потому что все-таки есть плоды. И те люди, которым я сумел помочь, они очень благодарны и видят в этом серьезный потенциал. Поэтому я думаю, что просто хотел бы, наверное, некий такой банальный совет. Делайте то, что вам душа и сердце просят, тогда вы будете счастливы, честно говоря. И вот я буквально там на днях говорил своему сыну, независимо от того, что бы ты делал или не делал, всегда найдутся люди, которые тебя поддерживают, всегда будут люди, которые будут тебя критиковать, и обязательно будут люди, которым это вообще все по барабану. Поэтому неважно. Окей, да, Ирланд, я видел записи в Ютьюбе ваше выступление в большом зале. Кто такой большой зал был? Я не знаю, это первое. Но это был зал, в котором сидели, ну, скажем так, достаточно серьезные люди, такие прямо солидные люди. Там камера прошлась по залу, где вы им предлагаете там делать всякие вещи, они послушно сжимают кулачки, делают тесты на внушение. Но, как говорил в свое время мой администратор концертный, типа, это не наша аудитория, ну, когда люди приходят совершенно не похожие на людей, которые на этот жанр собираются. Очевидно, вы их привлекли и заинтересовали этих людей чем-то таким, что связано с бизнесом, что связано с некой пользой для бизнеса. Я помню, вы в Лаосе мне рассказывали о своих кланах. И мне на самом деле неинтересно очень, потому что совместить знания о гипнозе с потребностями предпринимателей, с потребностями бизнеса на серьезном уровне, ну, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, не удавалось никому. Но я лично не знаю, например, людей, которые бы вот так вот увязывали интересы бизнеса, назовем это так, с гипнозом. Вот скажите, так, на степку, вы чувствуете, у вас получается это, интерес есть какой-то, вот есть бизнесмены, предприниматели, которым это интересно? Есть люди, которые вам звонят, записываются именно вот из этой среды? И самое главное, что они получают, ну, более конкретно? Вот, допустим, там, я бизнесмен, я управляю, я предприниматель, у меня бизнес, мало времени очень. Что я могу получить от гипноза? Вот что вы мне предлагаете? Это очень хороший вопрос, Дим. На самом деле, то, что вот я озвучил свои планы, сейчас все-таки среда делает некие коррекции, связанные с тем, что, ну, в принципе, как в России, так и в Казахстане, может быть, в России даже в большей степени. Хотя мы примерно одинаковые страны, то есть мировой кризис, как некая такая там реальность наша, да, она, наверное, еще сильнее проявляется вот в наших странах, да, во-первых, по своей структуре, по структуре экономики, там, зависимость от сырьевых каких-то показателей и, собственно, неготовности, наверное. Ну, я не знаю, как в России все-таки, ну, я не знаю, такое ощущение, что, наверное, мы где-то очень похожи в этом смысле. То есть нет той, допустим, надежной базовой прослойки среднего, малого, среднего бизнеса, на котором практически такие, ну, как мы называем, цивилизованные страны, да, или страны с развитой экономикой держатся. Все-таки такое наследие Советского Союза, оно привело к тому, что предприятия огромные, это махины, в основном ресурсы, именно капиталы, они сосредоточены в каких-то вот отдельных группах, неких таких холдингах, нацкомпаниях. И, ну, что греха таить там, там не привыкли считать деньги, хотя некое такое западное вение, что людей обучать нужно было, но как таковой потребности в последнее время, не знаю, десятилетие, наверное, последние там 20 лет, откровенно говоря, не было. Если даже людей послали на обучение, там пытались как-то их обучить, то, скорее всего, это было либо некое такое обязательство, понимание, что там, ну, все так делаем, будем делать, ну, и какой-то элемент мотивации людей. Действительно, кто является реально потребителем таких вот тренинговых программ, о которых мы говорили, связанные в том числе и с гипнозом, это все-таки компании и люди, руководители, которые находятся в конкурентной среде. То есть, когда с точки зрения технологии работы бизнеса все отработано, у всех все одинаково, и что-то нужно делать лучше, и вот тогда уже есть потребность общаться к такому человеческому капиталу, так называемому, когда ты начинаешь конкурировать не технологически, а именно с точки зрения людей, их ума, их какой-то лояльности, их творческого мышления. Поэтому, откровенно говоря, такой потребности на рынке, который я ожидал, нет, и более того, она усугубилась именно вот этим кризисом. Поэтому я работаю, конечно, над этим, и однозначно, наоборот, наверное, посткризисный период будет, в этот период будет очень сильно востребовано, как раз-таки улучшение своих способностей, творческих возможностей, раскрытие потенциала, каких-то улучшения когнитивных способностей, то есть познавательных каких-то процессов, это память, внимание, такие вот, то, что связано реально с психикой, и то, что может сделать гипноз, помочь эффективно раскрыть эти вещи. На самом деле, гипноз, как гипноз, наверное, в бизнесе он тоже разделяется на разные потребности. То есть некоторые бизнесмены, наверное, они видят в гипнозе именно потенциал саморазвития, общение со своим бессознательным, обращение к некому коллективному бессознательному, умение развивать интуицию, как мы называем, что в большом бизнесе очень важно. Но если говорить о большинстве вопросов бизнесменов, наверное, таких вот компаний, речь обычно заходит о манипуляциях. То есть гипноз, как инструмент для навязывания своих идей, некого такого инструмента подавления, инструмента манипуляции. Вот в этом смысле, наверное, гипноз рассматривается больше бизнесменами сейчас у нас, нежели такое вот саморазвитие, что ли. Да-да-да, у нас звонил кто-то, причем звонил кто-то с казахским именем и фамилией, но отключился. Я хочу сообщить нашим зрителям, что вы можете принять участие в нашей программе и задать вопросы живьем, вживую. Для этого достаточно кликнуть на третье окошко, и вы сможете дозвониться сюда, к нам, в этот общий эфир. И, Ерлан, есть ли вопрос в чате? Я вам его зачитаю, вы видите, наверное. Ерлана, вы вылечили своего сына Псориаза. То есть человек смотрел ваше интервью. Наверное, хотели бы узнать, как это произошло. Тем более, это все произошло, я так понимаю, тогда, когда мы еще не обучались. Это на каком-то интуитивном, что ли, уровне это получилось у вас. Как это было? Что это за история? А, ну, да, то есть это было практически сразу... Я сразу скажу, что в гимневолоз я поехал на именно эстрадный гипноз, обыкновенный эстрадный гипноз. До этого я уже техникой гипноза владел. И мне нужны были просто такие вот навыки, секреты, нюансы именно эстрадного гипноза. А до этого я рассматривал гипноз больше как гипотерапию, как психолог, как психотерапию. И первым, наверное, одним из первых моих клиентов, это был мой сын, у которого был действительно царь Асс. Вот. И когда я обучался гипнозу, я не обучался терапевтическим и терапевтическая часть больше пришла, скорее всего, из моего психологического бэкграунда, опыта, знаний. И этот сеанс, конечно, он был, скорее всего, очень интуитивным. Я скажу, до сих пор, сколько бы я клиентов не принимал, никаких стандартных схем не существует. Каждый человек уникален. И даже если симптомы, какие-то недугом, одинаковые абсолютно, причины абсолютно разные. Столько людей, столько и гиппин, и столько же способов, наверное, помочь человеку. Я всем говорю, что я не врач, то есть, если говорить о терапии, в числении, как деятельность врача, то я этим не занимаюсь. Но я договариваюсь, наверное, так сказать, с психикой или человека, потому что, наверное, Кида тоже согласится, мы не лечим, мы не воздействуем, мы не воздействуем в голове, у самого человека. И это внутренние лекарства. Просто по определенным причинам человек сам себя не может просто заставить свой организм действовать. И с помощью гипнотизеров, там, внешнего влияния, мы просто активизируем внутренние резервы человека для того, чтобы он справился с каким-то недугом. И вот, что касается псориаза, экземы, допустим, бронхиальной астмы, аллергии, каких-то таких вещей, они очень уверенно, и в том числе врачами, относятся к категории психосоматических заболеваний. То есть заболевания тела, причиной которого явились какие-то проблемы психики. И если вы слышите, что какое-то заболевание с точки зрения современной медицины неизлечимое или плохо поддаётся излечению, то я так понимаю, что, скорее всего, это связано с психикой. Ну и вообще, по своему опыту, теперь я понимаю, что, наверное, все болезни, кроме каких-то, наверное, жестких внешних воздействий, например, удар кирпичом, или радиация, если там, да, жесткие лифтусы, препараты применили, то, в принципе, все болезни можно отнести к психосоматике. Соответственно, если они не вошли в ту фазу, когда процессы не обратимы в организме, то с большой уверенностью можно сказать, что с помощью психотерапии, психологической помощи, но за как инструмента можно избавиться от заболеваний. Я в это уже верю, и доставлялся не раз, что фактически нет заболеваний, истории очень много. То есть, вот, например, мне интересно ваше мнение, мое мнение, наверное, вы знаете в этом вопросе, но буквально не далее, чем вчера, я, мне надо было найти одного шамана амазонского, и я смотрел различные интервью, и в том числе в ютубе я нашел одного шамана, который прямо непосредственно в желудках амазонских дает интервью человеку одному на испанском, и вот у шамана я вас спрашиваю, сколько человек было у вас, которых вы вылечили от рака с помощью аяуазки, он забыл и говорит, порядка 30 человек ко мне приезжала и вот их заболевание изменилось из ухудшения в улучшение человек, шаман, я думаю, ему нет смысла брать так откровенно перед камерой, я думаю, что ну даже если их там не 30, а 25, ну порядок по крайней мере таким, десятки человек, он вылечил как утверждается от рака и я в свою очередь знаю, что очень много американцев посещают перуанские джунды для того, чтобы поучаствовать в циклах церемонии аяуазка и для того, чтобы справиться с очень серьезными проблемами, теми проблемами, на которые часто очень медики уже машут рукой. Вот ваше мнение, что это за принцип? Вы мое мнение знаете, но вот не похоже ли действие и работа гипнотизера на работу шамана? Не являемся ли мы гипнотизеры и гипнологи некими последователями и хранителями каких-то знаний, навыков? Может, все это на каком-то одном принципе устроено? Как вы думаете? Однозначно, я согласен полностью. То есть шаманы это делали, то есть пришли наверняка к своим знаниям, умениям эмпирически, то есть столетиями, тысячелетиями они передавали это из поколения в поколение. У нас есть большое преимущество и я сторонник все-таки научного подхода, мне это импонирует, но так как наука в мою голову особо не лезет. Я как-то сторонник наверное больше научно-популярных каких-то вещей, но я точно знаю, что это одни и те же процессы. Это однозначно, когда ты знаешь, как устроена психика, когда ты знаешь, как устроена вот наша нервная система, да, конечно, до сих пор ни один ученый не знает, как это все работает, совокупности, да, но какие-то все-таки наука открывает каждый день фактически новые статьи, мозг изучается очень активно, допустим, там, те же зеркальные нейроны, которые являются, наверное, основой те же состояния гипнотические, которые там буквально когда-то в 90-х годах только, ну, получается, лет 20-25 назад, наверное, были открыты, то наличие их до сих пор некоторыми чинами отрицаются, то есть каждый день какие-то подкрепления научных знаний они вносят свою лепту к тому, чтобы те шаманские, наверное, знания, они все-таки были доступны для каждого медика, до любого человека, на самом деле, и вот буквально там недавно, когда я ездил в другой город, один из моих учеников сказал тоже хорошую фразу, когда мы заговорили, а вот почему вы делитесь этими знаниями, не боитесь, что там, ну, во-первых, кто-то научится этому и начнет там деньги отбирать, да, часто такой вопрос, и второй вопрос был, ну, вы плодите себе конкурентов, да, и вот он произнес хорошую фразу, он сказал, что я согласен с тем, что знания должны быть доступны, и это правильно, мое тоже мнение, что знания должны быть доступны, и вот я абсолютно Дим согласен, что независимо от того, как вы называете, там, шаман это, факир, хирург, я не знаю, там, психолог, терапевт, или просто бабушка какая-то, которая сидит там, да, где-то у себя дома там в избушке и там на яйцо гадает, работают с одними и теми же структурами, потому что структура психики, она у всех людей одинаковая, это как принцип компьютера, да, может называться там с разных фирм, там, у одного Sony, у дорогого iMac, там, то, чтобы, но суть работы, принцип работы, она у всех одинаковая, да, люди отличаются своей производительностью, объемом памяти, может быть, диагональю, экраном монитора, но принципы, в которые заложены, вот этот компьютер человеческий, он одинаков для всех, кем бы ты ни был, в Африке, безумно, да, в Казахстане, на Болиту, в Фриланде, поэтому, другое дело, что шаманы, они не знают, опять же, это вот, то же самое, могут люди заниматься одним и тем же, но в зависимости от ваших предпочтений, называют их по-разному, да, если он вам ваш, вы называете его разведчиком, если он враг, то вы называете его шпионом, но и тот, и другой занимается одним и тем же, поэтому, если это шпион, то он плохой, да, если разведчик, он хороший, но форма, собственно, не имеет значения, не имеет значения содержания, для меня, если это приносит результат, то я всегда абсолютно там спокойно и, наверное, даже с таким уважением и благодарностью отношусь и к знахарям, и к каким-то там, ну, не знаю, ведуньям, там, колдуньям и прочим, для меня, если принцип не навреди, он, им человеку пользуется, мне все равно, кто он, если он помогает людям, этого достаточно. Да, я, лампу, да, вы абсолютно правы, но очень часто и на этот раз мне даже задали вопрос на сегодняшний план, людей интересует на самом деле тема, тема, связанная с сектами, вы понимаете, вам не кажется странным, например, что, казалось бы, самый важный инструмент человеческий, его мозг, его психика, это как-то не изучается, не пропагандируется на должном уровне, на уровне, ну, какого-то нормального, научного, человеческого, доступного языка, наоборот, это как-то все скрывается, и, видимо, поэтому, поскольку гипноз существует везде и повсеместно присутствует в нашей жизни, этим пользуются недобросовестные люди, согласитесь, что есть очень много людей, которые понимают, как работает гипноз, они это называют немного другими словами, обуть лоха, они знают, как обуть лоха, с помощью наперстков, других манипуляций, как профессионалы бы сказали, как загипнотизировать, он знает, но он знает это по-своему, и таких людей, особенно в кризис, появляется все больше и больше, появляются секты, но спрашивают, как уберечь себя, что такое секта, ну, понятно, что секты это организация, которая в первую очередь собирается заработать деньги, а уж во вторую очередь, я не думаю, что во вторую очередь собирается помочь вам, а скорее всего, именно первоначально, заработать деньги, но как отмечить, вот как вам кажется, наверняка и в Казахстане, и в России, сейчас очень много, и они будут появляться, чем будет больше усугубляться, углубляться кризис, тем больше будет людей, которые будут позиционировать себя просветленными спасителями, они будут позиционировать себя ведущими куда-то вперед, как людям обычным, которые с этой темой не связаны, как вот по-вашему отличить их одних от других, а кого стоит слушать, а кого не стоит слушать, вот как бы вам казалось, вот что вы нам посоветовали? Это на самом деле очень актуальная сейчас тема, потому что ко мне поступает очень много звонков, заявок, особенно от родителей, конечно, что вот мой ребенок связался с каким-то направлением, у нас это часто связано с таким радикальным исламом, говоря, что там вот причем это происходит незаметно, и на самом деле мы же понимаем, что любое состояние, по-моему, эхо пошло, да, еще? Угу. Нет? То есть нужна готовность, готовность к человеку, и все, кто же просто так не попадает, есть определенная готовность, а эту готовность создает та среда, в которой он живет, все это родители, близкие, и если молодой человек, речь идет, скорее всего, о молодых людей, потому что очень пластичная психика, они легко поддаются веряниям, потому что критическая мышка еще не развита, так называемые лобные доли мозга еще не развиты до такой степени, не могли очень критично воспринимать какие-то вещи. Если родители, они создают условия некого недовольствия, недоверия, отсутствия, веры в какие-то шаблоны, центры и убеждения, то человек начинает с каждой стороны. и вот мне кажется, что основы для того, чтобы защитить своих детей, наверное, это потратит больше времени для их воспитания. Но воспитание не как воспитание, садись, я тебе сейчас начну воспитать, воспитание на образ жизни. Дети не растут так, как бы им говорить, рассказывают, как они это чувствуют. для будущих родителей или родителей, которые дети уже становятся в расфере. Я бы все-таки посоветовал уделить внимание созданию поверительных отношений друг с другом, с вашими людьми. Да, вы можете спорить. Понятно, что многие подростковые возраст реагируют на происходящее очень импульсивно, эмоционально, это понятно. Опять же, по той же физиологической, психофизиологической причине у них нет мышления, еще не развито для конца, но именно используя это, больше эмоций, больше некой такой веры. Самая ключевая вещь это вера. Если вы создадите свою религию, свою секту, и секту доверительных отношений, секту какой-то семейных ценностей, то зачем человеку искать секту на стороне, если она у вас уже есть. Поэтому первая защита это, конечно, создать гораздо лучшие условия, чем могут создать те, кто приходит. Вот по факту, на самом деле, если я даю внимание, возможно, к вам только обращались ноги, как вытащить оттуда. А вытащить оттуда гораздо сложнее. И полно рекомендаций как создать свою секту. Это абсолютно не проблема. Достаточно элементарные базовые колодки. Там ничего не нужно знать. Но вытащить оттуда людей гораздо сложнее. что вам придется создать другую веру, которая сильнее еще и велиопедита. Эти технологии существуют давно уже. Создание сект. В своем сайте тоже писал технологии ассасинов. Это получается какой-то девятый век. древние методики применяются до сих пор. Они отработаны веками. И я буквально пару дней назад мы разговаривали с коллегами и я тоже решил в этом направлении работать. И скоро это появится как на рынке как защита понятно что водители даже жили в основном так и будем. Поэтому хочется все-таки помочь и скоро у нас будет тренинг что ли для родителей для молодых людей которые сами хотят поставить некую защиту от внешних понятий. Мы отработали за технологию как только начнем запускать этот проект. мое мнение создать не проблема они есть затащить любого человека тоже не проблема и большинство тоже зрителей которые видят гипноз вживую в первый раз один из первых вопросов которые не задают спрашивают а вы стоите на лучшем на каком учете орган потому что вы же опасные люди и вы можете создать какую-то секцию во-первых тот кто хочет заниматься этим публично и есть масса других способов сделать это но ведь гипноз же используется во всех областях и в политике и в рекламе люди почему поскольку мы не называем это словами не называем это словом гипноз но если заменить слово гипноз на слово например воздействие и взаимовоздействие то начиная с того что родители уже являются по отношению к ребенку гипнотизерами потому что ребенок воспринимает информацию без критического анализа если папа и мама говорят что так надо делать соответственно ребенок будет делать так поэтому я постоянно не устаю людям говорить что гипноз существует везде всю если вы будете пытаться вычленять какие-то там отдельные моменты то нет надо увидеть тогда все любая религиозная конфессия любая школа любая мистическая школа любая политическая партия любая харизматичная личность это уже гипноз это уже воздействие на кого-то изменение каких-то установок ценностей и так далее и так далее поскольку это везде присутствует я думаю что очень уместно людям это объяснять ведь мне кажется что когда начинают искать решение проблемы ну обычно люди думают вот решение оно в экономике безусловно оно там в государстве во власти но ведь на самом деле кто выбирает эту власть кто участвует в экономических процессах каждый человек вот вы если вы вспомните на заре перестройки Горбачев еще тогда вот столько только открывалось я помню Валерий Леонтьев поехал в Индию в Куну к Ошу к Раджишу в Хагаванши и провел там 20 дней и вот Валерий Леонтьев в певец привез книгу Горбачеву книгу Ошу Ошу Горбачеву лично написал вы должны впустить в каждого медитацию Ошу имел ввиду трансформацию каждой личности и Ошу написал у вас с пересеройкой ничего не получится если вы не убедите людей в том чтобы начать работу с себя просто изменение сознания осознание изменить без каких-то техник технологий и знаний невозможно и поэтому мне кажется вся экономика экономическая ситуация политическая именно поэтому люди не изменились пока не изменятся люди ничего не изменится вообще и вот с этой точки зрения вот как вы думаете почему присутствует отсутствие извиняюсь за тавтологию такого почему нет не присутствует какого некого общего института хотя бы не пропаганды психопрофилактики а какого-то психопрофилактического института где люди бы ну хотя бы учились понимать как работает психика где бы проводились какие-то медитации где бы люди ну просто сбрасывали с себя эти напряжения вот почему государства так не заинтересованы в том чтобы человек был нормальным чтобы человек был спокоен и чтобы он был равновешен чтобы он знал как используется как управлять своей психикой чтобы он знал где его гипнотизируют и как защититься вот почему государством в которых мы живем или жили почему им невыгодно это все делать я думаю здесь наверное основная причина это ригидность инертность систем то есть не потому что они не хотят вы спросите любого руководителя там от президента там до какого-нибудь начальника небольшого начальника они все будут говорить да мы хотим поменять мир мы хотим чтобы наши люди там бродеем за это но здесь две причины ответственность очень редко человек добровольно хочет брать на себя ответственность если есть возможность брать ответственность то скорее всего человек не возьмет эту ответственность и так как никто не хочет брать на себя ответственность получать я не сделаю он не сделает что такое трансформация трансформация это принимается решение кто-то или что быть в таких условиях когда у тебя нет здесь есть парадокс на самом деле когда говорят о корпоративном управлении и особенно трансформации есть отдельное направление большая секта где работают это целая профессия которая называется people change management управление человеческими изменениями и практика десятилетий таких корпоративных бизнесов оно четко говорит что технологии меняются очень легко их поменять очень просто самое сложное самый сложный элемент трансформации бизнеса это человек это человеческий фактор и вот это направление отдельное которое идет параллельно оно обычно начинается раньше то есть если это идет по плану допустим изменение предприятия технологии на предприятии то перед запуском даже раньше того как начинается изучение бизнес процессов этого предприятия как вы хотите куда менять изучаются люди и как их надо менять и этот процесс идет параллельно это нормальная практика многие об этом забывают они говорят ну давайте мы купим станки новые там что-то там роботов каких-то они это все делают выясняется что люди оказываются не готовы к этому не потому что они не хотят а потому что так работает это нормально и я может быть какого-то времени раньше наверное был некий такой теория заговора там что государство заинтересовано в том чтобы вы там да и мили и это зачастую я слышу но я все больше дело не в этом дело как раз таки вот в инертности в регидности самой системы потому что чем больше система она энергия это как физика чем больше масса тем больше нужно времени для того чтобы ее остановить нежелание потому что управляет люди нежелание брать ответственность на себя потому что те кто умеют брать ответственность это обычно люди которые выходят на самые самые некого такого олимпа но это вот опять же если как о практической характерологии то на вершине олимпа сидят так называемые люди с паранояльной тенденцией то есть люди которые ведут цель но они умеют работать только в команде потому что у них масштабные цели и в команде как раз появляются так называемые роли апостолов это зачастую люди тенденцией инвалид они хорошие исполнители но они редко берут на себя они не могут менять структуру и почему мы там ругаем чиновника вот что они такие вот буквоеды потому что по другому они не могут это нельзя эта система так выстроена и входить там в душу или в ситуацию каждого человека который приходит к тебе как психотерапист они не могут это им интересно они хотят брать на себя ответственность просто потому что если он сейчас нарушит инструкцию и что-то пойдет не так он вылетит с работы ну вот собственно вот и все да вот вся мотивация поэтому все таки мне кажется и вот здесь вот есть парадоксаль что среда она в конце концов все равно поменяет человека потому что бытие определяет сознание это да жаль мне очень жаль что прежде чем зажить хорошо практически история что нужно сделать так чтобы очень жаль но к сожалению это так редко очень редко в истории попадаются ситуации когда лидер какими-то волевыми разумными решениями все таки снижает этот провал и вот касательно бизнеса как раз таки задача вот этого people change менеджмента управления человеческими изменениями в том что сгладить этот провал потому что в теории все знают что этот провал хочешь ты этого или не хочешь но именно такими проактивными техниками ты можешь просто сгладить и как бы облегчить ну к сожалению так и наша страна не исключение и там даже грецкая не исключение что говорить не только постсоветские ну много стран в Африке десятки стран которые не учатся наши не применяют знания научные знания и собственно думают что они там самые умные открыли на самом деле сколько человечества это было и в это было и в причине там далеко ходить мы знаем эти примеры поэтому вот так вот так вот так вот вот смотрите у меня причем даже здесь есть эта книга я ее сегодня просто забыл взять я бы ее просто показал она у меня в бумажном варианте с каких-то 80-х годов книга такая брошива называлась медитация помоги себе сам Ховальда и Готвальда два автора которые попытались привести некую статистику использования медитации измененных состояний сознания в частности они это называют медитацией ну в том числе в этой книге описывается например как в ряде крупных компаний западных в том числе в General Motors на полгода кажется на полгода или на год была введена для для людей которые там работают на этих предприятиях медитация то есть людей собирали и они медитировали то есть входили в какое-то состояние как сейчас можно говорить особое и измененное и далее Ховальд и Готвальд приводят там статистика очень такая жизнерадостная потому что там на 20 процентов сократилось пропуски работы по болезням там где-то там 15 процентов людей за 3 месяца бросило куринит многие отказались алкоголь многие перестали болеть вылечить очень огромное количество позитивных моментов по вопросам и везде увеличение и общий смысл таков что производительность труда увеличилась то есть иными словами руководителю у которого люди занимаются медитацией условно говоря в принудительном порядке эти люди становятся интуитивнее они меньше болеют они становятся жизнерадостнее они появляются цели образования и так далее и так далее это выгодные люди так вот книга это начало 80-х годов на самом деле вот прошло больше 20 лет и больше я не встречал не слышал об этом ничего хотя ну вот 20 там чуть ли не 5 лет прошло со времени этих экспериментов выяснилось и выяснялось что да и производительность труда повышается и для бизнеса это хорошо так вот вопрос может выгоднее держать людей в повиновении как вот биороботов и управлять ими с помощью гипноза нежели с помощью того же гипноза или измененных состояний раскрыть потенциальные способности и и какие-то ну по крайней мере позитивные качества вот у меня вопрос у вас в Казахстане есть вообще знаете ли вы кто бы применял какие-то технологии в бизнесе у себя на предприятиях что-нибудь из такого есть ли вообще такой опыт вот знаете что-нибудь об этом есть кто-либо потому что вот я только читал об этом у Ховальда и Гонфольда но я за все это время вот 25 лет как вышло ни разу не сталкивался лично может вы знаете что-то что касается больших корпораций то нет таких примеров нет есть просто отдельные группы людей я не по интересам собираются в йогу клуб например занимаются йогой медитируют но вот чтобы это было неким таким решением руководства все повально там занимались медитацией и такого я не припомню но я вижу что меняется бизнес и вот эти вот небольшие компании так называемые стартапы сейчас молодые люди они этим занимаются то есть они не сидят там ими но по крайней мере они оплачивают вот эти вот группы йога то есть фактически там 15 и целые компании там небольшая компания может быть 10-15 там 20 человек им это интересно и вот они ходят отдельно занимаются это касается не только наверное нас буквально там полгода назад по евро информация что экспериментально в нескольких школах канады это же медитацию детей и даже говоря уже там о Казахстане или России даже в Канаде во-первых вызвало очень неоднозначные родители начали руководству школы там говорить что там вроде приходят и начинают говорить вот мы делали вот так музыку там вот закрывали глаза и нам учитель что-то говорил разумеется у любого родителя это вызовет подозрения они спрашивают что-то и они конечно грамотно сделали они объявления специалисты и будут работать и родители увидели на самом деле эффект увидели усидчивость внимание память результативность в общем хорошо повысилось спокойнее и я знаю что у нас здесь школе в которой одна учительница начала читать такие вот книжки кстати они российские это какая-то экспериментальная направление и она просто садила и читала вот эти книжки это были такими сказки они закрывали глаза и там вот вы видите там дельфина они плавают вы стоите на периф плавно подзыв и в общем такие вот рассказы без какого-то контекста связано это просто релакс и единственная проблема что это было нефиненцировано с руководством и неграмотно когда дети пришли сказали родителям мама там говорили что я там плаваю родители подняли такой вот небольшой панику и сказали что вы там зомбируете и будете секты делаете но при грамотном я думаю что это очень нужно правильно и нужно делать но здесь есть несколько факторов я уже говорил любая система там система образования она требует создания какой-то экспериментальной тестовой площадки научного подхода такие же выделены резидентативные группы должно быть там двойной слепой метод проверки это работает это инертно самое главное что у нас специалисты то есть если есть специалисты то есть энтузиаз долго этим заниматься потому что у них тоже кушать надо и вот даже в той же Канаде например если сейчас задаться вопросом почему они стивилизованы и почему во всех школах у них не ведите ну вот так вот потому что у них тоже министерство образования требования законы апробации это связано со здоровьем и физическим здоровьем нужно подготовить специалистов поэтому я еще раз говорю наверное не связано с нашим особенностями когда это в первое время то есть у каждого процесса должны быть свои 9 я всегда люблю говорить если вы поставите 9 женщин вам за один не родили поэтому ну вот так вот и собственно мы вот как не знаю я свою тоже роль и миссию вижу в том чтобы пропагандировать я не ожидаю каких-то мгновенных результатов но я всегда говорю я пропагандирую как инструмент полезный и я понимаю что если знает как это работает ему легче защититься по крайней мере я согласен в том смысле что как только я себе представлю все бюрократические приконы на пути вот вообще эти все кабинеты и эти все лица чиновников то конечно любой позыв от сердца руки сразу же опускаются и думаешь да зачем это надо и на самом деле когда люди спрашивают почему они так несчастны счастлив или несчастлив человек как говорил Раджиш Хагаван Шри ад и рай у вас в голове все вы можете его создать и можете пребывать в аду или в раю это зависит от вас и когда я не попытаюсь это объяснить я ничего не могу сделать и мы никогда не спасем мир мы можем помочь очень небольшой небольшой группе людей интересантов но скорее всего на уровне каком-то масштабном я думаю что это все будет не спором я думаю в Казахстане то же самое даже в большей степени мне кажется все-таки здесь нужно каждому человеку смотр на то что когда мы говорим о масштабах о населении о роде что такое народ это не просто абстрактно это много человек и вот если каждый человек начнет что-то делать сам изменяться сам трансформироваться то собственно и народ постепенно начнет меняться а как начать допустим меня многие спрашивают вот понимаете же насколько людей вы знаете прекрасно сколько людей говорят меня гипноз не берет ну мы не берем тех которые совсем говорят я не беру гипноз ну это отдельная перифория я вообще уже не отвечаю на эти вопросы даже вот некоторые говорят мне пишут там в канале не берет меня меня гипноз не берет люди хотят трансформации они интуитивно чувствуют что дело все-таки в них самих почему одни люди как-то устраивают жизнь они даже не устраивают а чувствуют себя счастливыми а другие постоянно несчастны более того есть же люди которые ощущают себя счастливыми не особо богатые люди не особо преуспевающие и наоборот люди у которых есть все и очень много денег чувствуют себя несчастными и вот у многих людей закрабывается такая мысль значит что-то в голове надо что-то как-то исправить отношения поменять к жизни как-то но ведь мысли они постоянно одни крутятся одни и те же мысли ну надо но с чего начать движение что-то пойти на семинар кому-то или а столько семинаров различных где просто откровенный обман вот что людям делать с чего начать как бы вы что бы вы посоветовали ну и опять же повторюсь для любых трансформаций для любых изменений очень важно готовить вообще для любого процесса то есть если ты просто хочешь что-то начать смысла никакого нет должна быть готовность психическая готовность физическая готовность материальная готовность и если у человека есть то будьте уверен даже без разницы он может до семинаров до семинаров он наткнется на один тот единственный который раскроет и чем сильнее эта готовность тем больше вероятность поэтому у каждого растения созревания это невозможно торопить дуб растет медленно ну вот так вот просто и если вы будете насильно пытаться там кого-то трансформировать полезно наоборот это будет и вот на опыте там скажем кто слышал о психологах о направлении психологии о том что там когда мы слышали что там на западе у них есть там свой персональный психолог они постоянно туда ходят вы думали что они психи что ли да они все на западе мозги там все набегли они только о деньгах думают для нас тогда еще если вы вспомните уметь своего стоматома своего не знаю парикмахера парикмахера например это было нонсенсом как так как это свой вот иди весь парикмахер удачно постригли а сейчас же поменялось понятно что не все но большинство людей они уже могут ехать там города записались к своему к своему гинекологу это нормально сейчас все больше и больше людей ходят к психологу хотя раньше это казалось неюбие дурак что ли псих что ли у меня вот я к психологу сказать и это меняется вот люди которые ходят к психологу они начинают понимать они что же не просто так ходят некоторые просто ради там потому что это модно у меня есть деньги и можно говорить что я как раньше было модно лет 20 назад говорить парикмахер а сейчас это нормально поэтому не нужно никого за уши если человек просит у тебя помощь помоги вот я всегда говорю не нужно пытаться там если бомжа который лежит на помойке не нужно пытаться его там вывести показать ему как надо оставьте человека поставьте человеку право выбора у человека всегда должен быть что вы не делали а вот если у вас вопрос протянул руку спасу мне нужна помощь тогда помоги не надо лезть со своими какими-то благими намерениями которые как известно уважаемые слушатели у вас возможно есть какие-то вопросы потому что я задаю вопросы и своими вопросами уже наверное замучил Ирлана если у вас есть вопросы если вы хотите позволить вы можете это сделать я обещал нашим слушателям еще ответить на вопросы которые мне прислали на моем сайте и мы приблизительно так решили какое-то время оставить до этого ну учитывая что мы поговорим спасибо очень интересно Ирлан тогда мы я надеюсь что мы будем это не одиночная так сказать наша встреча возможно мы будем периодически с вами встречаться на этой платформе возможно вы сами подумаете о том как использовать эту платформу в целях общеобразовательных для того чтобы что-то объяснить людям чтобы услышали вас возможно и вы будете приглашать каких-то людей я думаю что мы занимаемся ну хотя бы каким-то начальным образованием психологическим и психопрофилактическим вот делаем работу которую по идее это должно делать государство заинтересованное в психическом здоровье своих граждан ну мы и я знаю что вы так же к этому относитесь вы этим так же занимаетесь и пропагандируете и делаете это очень хорошо интеллигентно и больше всего мне нравится вот к вопросу это я всем могу сказать многие меня спрашивают как размещить там людей шаватан это или не шаватан знает он много или не знает много допустим я обычно людям многим говорю послушайте например давайте возьмем Иисуса Христа вот если вдруг он здесь появился о чем первым спросят или Галдам Будду например его спросят у тебя дипломы есть ты вот говоришь пропагандируешь а диплом-то у тебя есть а сертификат есть а лицензия на лечение есть как это так глазами встаники что это значит а лицензия он пошел ну что вы занимаетесь деятельностью лечебной без лицензии и собственно говоря а у него дипломов нет поэтому я людям говорю это очень просто определить вы должны видеть человек должен быть образованным у него он должен быть образованным интеллигентен и интуитивно он должен не звучать что-то такое интуицию не обмануть вот если вот образ такого человека перед вами вы можете идти туда смело потому что когда бывает так когда слушаешь ну много же очень сейчас роликов всевозможных людей появляется но есть люди некоторые они совсем уж неграмотные можно сказать но обещают людям какие-то золотые горы вот мне кажется что например вас Ярлан я могу порекомендовать всем людям потому что мы с вами много разговаривали много интересно разговаривали в этих прекрасных местах в Лаосе если вы помните этот вид прекрасный вот я думаю что мы делаем по меньшей мере полезное дело я хочу от имени всех и от себя поблагодарить вас сегодня за свое присутствие за то что вы согласились принять участие если вы хотели бы что-нибудь пожелать или предложить слушателям вы можете сказать что и я тогда после этого с вашего позволения начну отвечать на вопросы чтобы успеть какие-то вопросы я надеюсь что вам понравилось и пишу что спасибо очень интересно Ирлан вам слово спасибо большое Дим для меня большая честь сегодня увидеть еще раз и услышать и поговорить о нашем с вами любимом занятии деле наверное ну тоже буквально кратко недавно проводился семинар близкие жизни после работы для меня честно говоря это уже неким я их понимаю прекрасно наемных работников которые спрашивали а можно ли жить после работы я тогда удивился что не стоит для меня это часть жизни это сама жизнь когда занимаешься действительно нравится интересно и самое главное приносит людям пользу и что пожелать на самом деле мне очень нравится начали говорить о бизнесе и очень интересный вопрос о богатстве богатый не богатый мне нравится очень фраза звучит так что богатый человек не тот у кого всего есть а тот вернее это не то что у тебя есть а то что у тебя останется когда ты все потеряешь вот я бы хотел пожелать чтобы у них было очень много того чтобы у них осталось а на самом деле это только то что это наши мозги наше тело наше мышление наше сознание наше отношение с другими людьми и как человек в области там корпоративным корпоративным финалом я заметил очень наверное уже аксиому что когда человек меняет работу прежде всего вспоминает твои отношения с коллегами спросить а какая у тебя там что ты помнишь со своей работой редко за редким у меня была там хорошая они начинают говорить о людях они говорят у меня был хороший или плохой у меня был хороший начальник это первое что у людей и западает поэтому тратьте больше времени на самопознание и поверьте инструментов очень много просто один из остальных но я скажу честно один из самых эффективных поэтому всем добра спасибо большое Дима очень рад до новых встреч спасибо огромное спасибо ну я думаю мы будем встречаться и будем общаться и будем продолжать наше дело с вами я сейчас вас тогда отключу чтобы у меня не было вопрос все счастливо до встречи большое спасибо спасибо большое уважаемые друзья спасибо еще раз я постараюсь я не могу открыть свой сайт для того чтобы увидеть вопрос потому что начинает фонить сейчас я открою вопросы на которые я обещал ответить я еще раз очень благодарю Ервана за то что он сегодня принял участие и давайте как обычно я постараюсь уложиться в наш традиционный хронометраж у меня есть примерно 25 25 минут меня слышно что-то я должен понимать 25 минут для того чтобы ответить на вопросы меня спрашивают здравствуйте Дмитрий скажите пожалуйста здравствуйте Дмитрий расскажите пожалуйста о негативной и позитивной галлюцинациях в передаче 90 ДНТ вы это здорово продемонстрировали с девушкой которая не воспринимала красный цвет если можете расскажите в каких ситуациях в бытовой повседневной жизни такие галлюцинации случаются спасибо рассказывать положительные отрицательные галлюцинации отличаются определением то есть положительные галлюцинации это когда вы внушаете что-то человеку с закрытыми или в зависимости от глубины трансового состояния с открытыми глазами внушаете что перед ним есть какой-то объект которого нет на самом деле то есть например если я человеку говорю сейчас вы откройте глаза и увидите полный зал допустим там чебурашек или инопланетян или политбюро как-то по СС было такое человек их видит и может даже выйти в зал мне очень нравилось как люди чебурашек трогают за уши то есть человек видит то чего на самом деле нет и негативная отрицательная галлюцинация это галлюцинация когда вы можете устранить реальный существующий объект из поля зрения из поля восприятия другого человека таким образом я на своих концертах показывал очень страшные опыты для многих гипнотиков я говорил смотрите сейчас я буду откручивать голову свою я откручиваю голову давал свою голову подержать потом выкидывал и человек видел меня без головы например всегда это было очень страшно гипнотики очень часто просили меня вернуть голову обратно то есть можно например сделать так что в зрительном зале не будет ни одного человека можно выделить какой-то цвет например красный или желтый и человек будет воспринимать цвета избирательно способность к избирательному восприятию она заложена в нашем мозге понятно что мы все синхронизированы наш мозг синхронизирован с вибрациями других людей членов общества поэтому мы не видим всего феноменов на которые мы способны которые мы способны увидеть мы видим более или менее одинаковый мир потому что мы договариваемся видеть мир этот одинаковым мы как бы договариваемся о нашей совместной общей галлюцинации и эту галлюцинацию наблюдаем в свое время перефразируя слова философа Эбитгенштейна в нашей жизни я наблюдал избирательное восприятие своей бабушки я думаю что многие тоже сталкивались с этим как это называется психологическая защита по типу вытеснения я в свое время что-то говорил бабушке например какие-то очень важные аргументы в защиту определенной своей позиции и я обратил внимание со временем что она что-то слышит а что-то не слышит я потом обратил внимание что не только моя бабушка есть люди которые некую информацию которая с точки зрения психики может как-то повредить они ее не воспринимают как будто они не слышат какие-то слова или какую-то тему вы начинаете затрагивать какую-то тему и и создается такое ощущение что вас человек не слышит вы говорите с ним о чем-то другом это он слышит и в какой-то момент еще я занимался интересным экспериментированием достаточно давно когда я ходил часто в компании различные я обратил внимание что в большой компании даже интеллигентных людей невозможно начать говорить о смерти серьезно что-то начинать рассказывать говорить о смерти как о неком явлении о котором стоит поговорить я обратил внимание что в компании до сих пор например вас слушают но как только вы начинаете говорить например о смерти все перестают слушать вас начинают либо перебивать либо переводить все темы в другое русло и это делается неумышленно люди вроде бы пытаются слушать но не могут они смотрят на вас вы что-то им говорите я вам помню я говорил вот как ты думаешь смерть вот после смерти начинала что-то выяснять и создавалось ощущение как будто человек вас не слышит не слышит именно вот эту тему и вы можете сейчас увидеть избирательность восприятия присутствует в нашей психике и это можно за этим можно понаблюдать здравствуйте скажите как вы относитесь к астрологии может может влиять расположение планет на характер человека я по знаку зодиака скорпион одну из характеристик этого знака является советность что мне присуще ну не только скорпионом я вас уверяю точно значит ли это что мне сложнее будет освободиться от этого качества чем представителям других знаков зодиака я не хочу вот здесь я никогда не говорю ни о чем не думаю даже ни о чем а плохо или хорошо не хочу чтобы люди вдруг подумали что я против например астрологии как таковой что я против гороскопа я вам могу сказать исключительно собственное мнение как я думаю но вам оно может показаться странным и неожиданным я думаю что существует определенное количество типов людей есть некая в мире самок некая матрица вы помните есть глава такая в книге Кастанеды огонь изнутри а у них глава она называется человеческая матрица вот такой штамп штампуют человеческие существа вот собственно говоря нетрудно заметить что таких таких типов может быть ну в грубой совершенно форме совершенно грубо можно увидеть 12 но если еще покопаться то можно где-то до 64 типов найти и наверняка у вас было такое вы приезжаете куда-нибудь за границей или далеко очень и видите сидит какой-то ну прямо ваш одноклассник ну или какой-нибудь там ваш друг ну это явно там иностранец явно ну вот бывают люди настолько похожи манерами голосом как двойники которые встречаются совершенно в неожиданных местах так вот да и если воспринимать человека как некое существо как биоробота с ограниченными способностями и возможностями которые предустановлены и собственно говоря если его в таком виде оставят большинство людей в таком виде и остаются то на них раскопают действие и астрология действует как наука которая обратила внимание на то что биороботы это не просто каждая личность которая расцветает это примерно 12 типов биороботов которые можно очень четко поделить они будут приблизительно очень похожи но есть люди среди биороботов которые вдруг начинают осознавать свою биороботичность они начинают задумываться о том что они биороботы и как только биоробот начнет подозревать что он биоробот у него есть шанс включить нечто что позволит ему выйти за пределы своей механистичности как сказал бы Гурджи так вот потенциально перестать быть биороботом может каждый теоретически но практически как показывает практика большая часть биороботов не то что не догадывается о том что они биороботы даже если им об этом сообщить они с удовольствием не станут превращаться в нечто другое вы помните персонаж из фильма матрица который заказывает у агента Смит свою жизнь в матрице он говорит я не хочу уже отправь меня обратно в матрицу я хочу нормальный кусок мяса хочу быть популярным артистом и так далее и так далее так вот если использовать эту метафору когда вы вышли из этой матрицы вы уже не подчиняетесь этим правилам которые описывают астрологию поэтому вы можете очень легко потому что все эти качества вы видите они для вас видятся как программы а программами вы можете управлять но детерминированный и обычный человек не может управлять программами встроенными программами поэтому в большей части он будет подчиняться всем гороскопам и безусловно я говорю о качественной работе астрологов есть люди которые занимаются этим на очень серьезном некоммерческом уровне и это наука на самом деле более того мало кто вот эти которые в газетах публикуют гороскопы или по телевизору говорят ну это бред к этому я вообще не так не отношусь там просто можно писать все что угодно всем все подойдет я говорю о серьезной астрологии и поэтому я нормально отношусь но мое мнение такое так вот Ирлану задавал вопрос Юра из Риги я не мог Ирлану этот вопрос еще раз задать потому что как только я открывал этот сайт у нас начиналось с микрофоном заводка но Ирлан прочел и ответил а я хотел чтобы Ирлан ответил вживую здравствуйте интересно узнать про тему доверия у меня есть в программе про магия по моему в наших выпусках даже целое видео с таким названием доверие называется там кстати об этом интересно узнать про тему доверия спустя только приличное количество времени у меня пришло доверие к вам медитации слиптрек то есть Павел пишет Павел пишет что у него пришло через только некоторое приличное доверие ко мне и к медитациям и слиптрек не мог ничего с собой поделать боялся также и к другим практикам должно пройти приличное количество времени чтобы я начал доверять человеку и вникать в его учение возможно ли этот процесс ускорить или убрать эту программу очень интересная тема сектанства есть ли основные признаки выявления секты используют ли они гипноз для привлечения аудитории интересно узнать ваше отношение к парапсихологам они используют работу с бессознательным внутренним и они выдать как общение с умершими как проверить доверие это основной доверие это основной наверное фактор который влияет на эффективность процесса я ни в коем случае не хочу брать на себя даже гипотетически даже в кавычках брать на себя некую роль учителя некую роль буру роль предводителя не хочу не в том смысле что я боюсь какой-то ответственности я не хочу этого делать принципиально потому что это будет похожим на сект а я не люблю сект я людям говорю вы вам нравится мой образ жизни вам нравится как я думаю вам нравится ход моих мыслей вам вас устраивают какие-то мои какое-то мое отношение к тем или иным вещам политики искусству к психи человеческой насколько я вам в хорошем смысле не внешне внутренне симпатичен настолько мы с вами находим некий общий язык в гипнозе даже я уже говорил об этом есть такое понятие гипнотические взаимоотношения нельзя загипнотизировать человека это никак нельзя если взаимоотношений гипнотических не сложится и речь идет даже о директивном гипнозе на уровне испуга на уровне вот этого спа спа на уровне этого если у вас не сложатся взаимоотношения до того как вы это сделали вы не сделаете человек будет сопротивляться и не говоря уже о более глубоких каких-то вещах это так же как взаимоотношения между мужчиной и женщиной они встречаются они могут быть абсолютно равнодушными и отталкивать друг друга никаких взаимоотношений не будет и другой вариант мужчина и женщина встречаются им становится хорошо у них общие точки соприкосновения у них возникают взаимоотношения также и гипнотизер со своими пациентами клиентами участниками ретритов самое главное в моей работе создать взаимоотношения если человек изначально против против моих позиций против моих взглядов ничего не получится никогда он не приедет ко мне и с гипнозом ничего не получится и понятно вот мне кто-то пишет в ютюбе что-то не получается но не получается потому что вы воспринимаете это как голую технику а в гипнозе нужны взаимоотношения и человек должен как в Индии в традициях индийских вы знаете ученик должен сдаться учителем соответственно ученик растворяется в учителе вот я не хочу чтобы это было но вы уловите саму суть в Индии любой ученик может в любой момент уйти из монастыря ну вообще на востоке но если он соглашается с учителем по всем каким-то основным духовным точкам соприкосновения то прогресса не будет если у ученика будет свое мнение но в чане буддисне например или дзен буддисне у вас чашка должна быть пуста если вы приходите со своей заполненной чашкой и учителю начинаете рассказывать ну а вы знаете там а вот есть теория которая противоречит которая опровергает ваш это не учитель учитель не нужен учитель не спорит с учеником а создает взаимоотношения определенные поэтому все что вы пишете это актуально от этого зависит эффективность вашей работы я не говорю о каком-то мистичном мистическом взаимоотношении я не говорю вам как принято в индийских традициях сдаться мне мне не надо сдаваться мне абсолютно не нужно я вас никуда не заманиваю я вам не навязываю свой образ жизни я вам не навязываю свои представления я делюсь своими представлениями и если вам это нравится мы с вами на одной волне вы мне начинаете доверять я вам тогда говорю если вы доверяете попробуй попробуй это попробуй это попробуй что-то не получится пробуйте попробуйте сами я ни при чем вы можете слушать меня вы можете спорить не соглашаться но это важно но если например я вам глубоко не симпатичен но человек пробует какую-то технику гипноз для похудения и говорит на меня не действует понятно что не действует нет такого гипнотизера ни кашпировства ни наоброса никого не было таких гипнотизеров чтобы был 100% результат даже у Иисуса Христа если вы помните число последователей и людей которые которым он нравился было не 100% там было очень много людей я имею ввиду Иерусалим где развивались события последние которые были против этого и не соглашались с точки зрения и со взглядом поэтому все зависит от вот этого странного щелчка который образует наши взаимоотношения я абсолютно когда мне люди говорят да вы даже голос раздражает я говорю как меня тоже очень многие голоса раздражают я вот например не слушаю допустим Стаса Михайлова если его слушают миллионы людей я говорю я не слушаю но не могу а много слушаю на них он действует я тоже много еще не слушаю поэтому не надо стараться если не нравится много есть других людей которые вот также как распознать те кто пользуется гипнозом только гипнотическими техниками они пользуются и я уже рассказывал наверное эту историю когда меня пригласили на в качестве эксперта в программу говорит Украина в Киеве где сидели жертвы одной женщины показали потом видеокадры этой женщины я бы не сказал что там какая-то харизматичная женщина сидели еще люди которые комментировали все это удивлялись как герои жертвы этой септы как они попали в эту септу как женщина в каком-то помещении проводила какие-то церемонии замешано все было на христианстве как обычно это бывает они там пели танцевали они там пели танцевали с закрытыми глазами раскачивались в результате чего значит продали свои квартиры все набрали кредитов на миллионы долларов остались без ничего женщина убежала ее уже арестовали на тот момент и посадили а банки к этим людям жертвам имеют много претензий то есть там десятки сотни тысяч гривен было взято и люди не знают как отдать они как будто очнулись от сна и вот некоторые спрашивают зрителей ну как так как это можно зайти в какое-то помещение где вам говорят просто зайдите зайдите не бойтесь вы зашли там какие-то свечки вам сказали возьмитесь за руки попойте и все случилось так вот гипнотический транс действует таким образом вы никогда не будете знать что вас загипнотизирует вы не знаете и не сможете сказать о меня начинают гипнотизировать сейчас я пойду отсюда нет вы никогда будучи загипнотизирован вы когда покупаете ариэль или колгей вы же не считаете себя загипнотизированным хотя вы находитесь под влиянием постгипнотических программ так вот к вопросу о том как их раскусить если вам предлагают во первых принять участие где уже есть какие-то члены которые якобы знакомы с какой-то тайной или они уже осчастливлены как в фильме подроки во вселенной вы помните там был зов роботов и Агабит там был такой герой ничего не мог с собой поделать и шел на зов роботов и там их посчастливили так вот если вы видите или вас приглашают куда-то не ходите на такого рода мероприятия даже если вы считаете что вы не поддаетесь гипнозу большинство людей которые пострадали от тоталитарных всех всегда были уверены что и они уверены до сих пор что они не поддаются никакому гипнозу но как только вы возьметесь за как только вы начнете делать какие-то синхронные связанные с танцем с пением с вокалом каким-нибудь с проговариванием каких-нибудь молитв всеобщим как только вы увидите лидера как только вы увидите гипногенные факторы а это свечи какие-нибудь изображения неважно изображения со свечами напротив свечей гипногенные факторы какие-то благовония в одном помещении знайте и будьте осторожны вам лучше уйти потому что вы невольно даже если начнете участвовать даже в песнопениях вы постепенно незаметно для себя войдете в гипнотический транс вы не будете знать вы будете думать что вы в бодрствующем состоянии любой гипнотик думает что он обычно в обычном бодрствии вам будет казаться что вы попали в какую-то очень комфортную обстановку в этом состоянии начинают работать так называемые гормоны счастья эндроклины в пульсу в кровь трансовое состояние с полузакрытыми глазами вы испытываете удивительное состояние кайфа мне на сцене все гипнотики говорили это кайф это транс и вам будет просто хорошо вам будет казаться что вы в обычном состоянии все что вам будут говорить там вас не будет интересовать потому что вам будет просто хорошо но вам будут закладывать программы программы такого уровня что вам будет хотеться приходить туда вам будет хотеться общаться с этими людьми которые рядом вам будет хотеться повторить это необычное приятное состояние эйфории Оно же называемое трансом. И самое главное, постепенно вы начнете приносить туда деньги. Так вот, чтобы всего этого не было, знайте, что в любом случае в транс вы входите в любом случае два раза в сутки, это при пробуждении и при просыпании, вот эта гипнотическая фаза. Но когда вы находитесь в бодрствующем состоянии, вы можете войти в транс спонтанно и не думать о том, что вы находитесь в трансе. Но хорошо, если это случилось в метро, и вы проехали остановку, находясь в неком трансе. Хорошо, если это случилось в поезде, и под шум колес этот транс наступил, вам хорошо стало, и вы заснули. Хорошо, если это получилось с любимым человеком, который шепчет вам на ухо что-то, и вы входите, и вы чувствуете какую-то эйфорию, и отдаетесь этому человеку, еще страшно. Это хорошо, но плохо, если вы вошли в трансовое состояние, которое сформировала какая-то цыганка, которая теперь вам будет казаться, что вы в обычном бодрствовании, вы просто будете отдавать деньги. Или вы просто будете называть адрес свой и говорить, пойдете ко мне домой, потому что вам будет хотеться отдать деньги. Вы не будете противиться. Транс работает таким образом, что вы хотите сделать то, что вам предлагают. Вам кажется, что это ваша идея. И эта удивительная способность транса очень широко используется политиками, как я уже говорил, и всеми религиозными конфессиями, ну и соответственно всеми сектами, которые не принадлежат к этим конфессиям. Поэтому будьте осторожны. Там, где есть много людей, там, где горят свечи, там, где вы слышите монотонные какие-то песнопения, в любом случае, там вы точно войдете в трансовое состояние. И, ну что ж, кто-то мне пишет, Дмитрий, вы кнопку запись нажали к концу. Да, я нажал. Да, давайте вот эти вопросы и те вопросы, которые были к прошлому моему посту, я их все стульмирую и стараюсь ответить вам в следующее воскресенье. Я напоминаю, что на платформе БЛАП мы проводим каждое воскресенье такие встречи, которые позволяют вам немножко получать некое начальное образование в области психологии, в области изучения психики, гипнотических явлений и различных других странных и таинственных явлениях. С вами Дмитрий Домровский каждое воскресенье на платформе БЛАП АВМ. Я очень благодарен за то, что вы слушаете меня и нас. Я еще раз хочу поблагодарить Ирлана за то, что он принял участие в нашем эфире. Хочу пожелать вам хорошей недели и попрощаться с вами. Всего вам доброго. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Всего доброго. Пока.